В воздухе аромат духов, на лицах загадочные улыбки, море цветов и подарков. И все это под аккомпанемент великолепной живой музыки под руководством маэстро Михаила Щербакова. Представительницы прекрасной половины человечества собрались в филармонии по случаю женского праздника. Что не женщина, то история, загадка и талант. Фору дадут любому мужчине. Мечта поэта и сама с импровизирует. Сегодня в Самаре праздник. Веселый шум на улицах с утра. Отмечают женский праздник. Всем женщинам Самары. Ура! Матери, жены, подруги, хранительницы домашнего очага и руководители заводов, газет, пароходов. Для женщин нет ничего невозможного. Они спасают мир не только красотой, но и реальными делами. Это ведь не сильный пол. Это они, так сказать, брехлеют. А женщин слабый пол. Они все вытягивают на себе. Тыл вытянули, войну вытягивали. И после войны все на себе тянули. Только благодаря женщине и мужчине становятся мужчины. Здесь самые активные жительницы Самары. Руководители ТОСов, общественных организаций, работники школ, детских садов, представители власти. Женщины, которые даже в мире, где правят мужчины, всегда остаются женщинами. Иногда складывается впечатление, что на работе мужчины не замечают, как прекрасно их сотрудницы, их женщины. Это не так. Должен вам сказать, что мы всегда отмечаем любые изменения в вашем настроении, в вашем внешнем облике. Это позволяет нам и грамотно руководить, и правильно работать, и уверенно идти по жизни. Вместе с вами, с вашим настроением, с вашей поддержкой. У Самары, наверное, женское лицо. Это не только в имени, но и в содержании. Все, кто здесь присутствуют, составляют как раз ткань сердца нашего города. Призываю всех матерей здесь присутствующих очень и очень себя беречь, потому что вы очень и очень нам необходимы. Самых активных женщин отметили знаками почеты и благодарственными письмами. А чтобы ни одна не осталась без внимания, власти областной столицы приняли решение. Ко дню города в Самаре появится памятник женщине. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.